Валя. 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 Здравствуйте, Росбанка Ленин Краснояр Валерьевич. Марина Андреевна. У вас долг в Росбанке 148 300 рублей. Угу. 11 дней сохраняется. Что у вас оплата? А что присылал? Вам не перечисляют денежные средства? Ну, по 4 тысячи перечисляют. Ну, остальное это проживочное минимум больше не могут с меня удерживать. Я подавала уже документы, заявления о сохранении проживочного минимума. Ничего не нарушила в рамках действующего законодательства 234-го. Больше не могу дать и подать не могу больше. А почему раньше не платили тогда? У вас же был доход. Какой доход? У меня и сейчас есть пенсия, честно заработанная. Ну, это ваша пенсия. Да. Что вы на пенсию живете сейчас? На пенсию живете? На пенсию живу. Почему вы не платили с пенсии, когда начали удерживать? Вот тогда появились деньги. Почему раньше не платили? Ну, с пенсии надо было платить. С мая 21 года. Согласно графику платежей. А тогда бы сумма была больше. С какому графику? С какому графику? С какому графику нет? Сейчас просудим, а там закон будет федеральный 234-й. Ну, значит, и потом у вас будет сохраняться прожиточный минимум. А что там? Да вы по решению суда так и не вернули. Нет, не вернули. И в данный момент у вас 5771 рублей. Сколько смогу? Она в каждом доме увеличивается. Пока вы сумму, тело кредита не вернули. Могу вам всю пенсию отдать. Что же мне? На паперке стоять потом с протянутой рукой? Дайте людям на хлеб. Интересно рассуждаем. У вас родители тоже на пенсии? Работать надо, Марина Андреевна. Работать надо. Я свое отработала. Ты будешь щенок мне указывать работать. Ты охренел. Да вы просите у родственников, пускай деньги займут. Зовольствуйтесь тем, что даю. Скажите спасибо. Да вы даже не даете, это вас забирают. Да. Вас забирают. Конечно. А вы ничего не даете? Вы не ставите. Не надо мне наманивать. От ваших звонков я вам больше не дам. Будет вам не рассказывать. На работу устроить. Я свое отработала. Ягнок. Здравствуйте. Да. Звонок из Сбербанка. Я представлюсь. Меня зовут Кузьмин Иван Русланович. Наш с вами диалог записывается. Майя Викторовна. Звонок из Управления по работе с проблемным долгом. Ваш договор нам передали. До этого сотрудники с вами пытались связаться. Не получалось. Да ладно. Я всегда с ними разговариваю, а у них не получалось. А я с ними разговариваю, а у них не получалось. Звонок был с шлем последний раз 27 апреля. То есть вчера, 27 апреля. Сегодня 28 апреля. Со мной никто не разговаривал. Конечно. Конечно. Майя Викторовна. Майя Викторовна. Я вам что хотела? В отношении вашей задолженности сумма выдачи по кредиту 460 тысяч. Вы по ней поняли. На просрочку вышли 36 дней. Ага. Сумма задолженности в настоящий момент 9 тысяч 250 рублей. Ага. Под запись разговора в соответствии с 230 федеральным законом банк выставляет требования вам об оплате задолженности до конца сегодня. Спасибо. Мне не надо. Себе заберите. Вам не надо. Прекрасно. Майя Викторовна. В таком случае взаимодействие с вами, скорее всего, продолжится через выездных заискателей. Ага. Хорошо. Давайте уточним ваше жительство. Вы проживаете в городе Москве. Слушай, а что должны выездные заискатели только приехать? Я думаю, они должны и поискать меня. Нет. Зарплату за то, что приехать платить, ну, недостойно. Пусть ищут. Выездные заискатели. Майя Викторовна. Должность. Выезднюк. Майя Викторовна. Майя Викторовна. Не, ну так прикольно. Кем работаешь? Да выезднюком в Сбербанке. Конструктивную диалогу вернитесь. А ты болтушкой работаешь, да? Эти ездят, а ты болтаешь. А, то есть это вы по телефону так разговариваете, да? На лихе. Ты сам хочешь приехать? Поболтать. На лихе. Прекрасно. 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 Чудесно. Ты рич. Интересно? Чё, интересно. Смотреть у тебя? Да. Хоть. 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 Вы работаете там же, кстати, Майя Викторовна. О, ты хочешь, чтобы я тебе за бесплатно всю информацию о себе рассказала, да? Нет, всё на коммерческой основе. Вы будете за каждое слово платить мне. Не хотите платить? Не спрашивайте. А вы как платите за каждые просрочки? Я вообще никак не плачу. Никак не плачу? Нет. А то по одному уже в суде всё? Ну, хорошо. Правильно. Там оно должно быть. Если не платят, надо в суд. Да. Угу. И исчезнуть молниеносно. Да. А, ну, когда будут убегать, они ещё попросят, пожалуйста, заплатите. Будем говорить. Давайте как-то... Или у вас там какие-то особые выяснюки, которые будут Майю Викторовну просто иголки ей под ногти засовывать, утюг раскалённый ставить. Да? Майя Викторовна. Они у вас из 90-х? В чём я с вами выяснюками испугаюсь? Я не боюсь. Я не боюсь. А я не боюсь. Я вас информирую о возможных последствиях. Ну, пусть приезжают. В случае, если в течение 30 дней вы не оплатите... В Бирбанк, да? Решили выяснюками взять. Дальше взаимодействие с вами будет через юридический отдел. А выяснюки как же? Как с вами... Потом юристов натравите на меня, да? Да. Я их хоть тем более не боюсь. Через суд вас денежные средства будут заискивать. Через суд я не боюсь. И приставов не боюсь. Ничего не страшно. Туда, скорее всего, не дойдёт. Скорее всего, коллекторское детство будет. Не дойдёт до суда. Да. Да. Угу. И с коллекторами. Как же ты будешь коллекторой с приставами без суда-то? Да. Чудо. Да, чудо. Дома коллекторы. Дома коллекторы будут, да. На улице приставы будут. Наоборот. Запиздился ты там уже. Наоборот. Наоборот. Да. Приставы дома, коллекторы на улице. Всё верно. Ну, сказочный долбоёб ты, мальчик. Из Сбербанка. Всего хорошего, Майя Викторовна. Угу. Не мимо. Давай, давай. Да. Добрый день. Банк Русский стандарт. Мехова Ксения Владимировна. Скажите, Эльнур, с вами правильно? Правильно. Скажите, пожалуйста, ранее с вами связались. Спросили, ему информацию передать удалось? А мне же не заплатил никто за то, чтобы я информацию передала. Поэтому нет. Ещё раз повторите, пожалуйста. Вы ко мне обратились с просьбой оказать услугу, передать информацию. Я сказала, пожалуйста, я сделаю это после внесения на мою карту денежных средств в размере 5 тысяч рублей. Деньги не поступили, услуга вам не оказана с моей стороны. Мы вам должны внести 5 тысяч рублей? Да. А это только по моему регламенту? По моему. Я вас услышала. До свидания. Главное... Компания «Эдиколлект» отдела досудебного взыскания. Меня зовут Малюкова Ангелина Эдуардовна. Идёт в запись телефонного разговора. Но, Ирина Юрьевна, могу услышать по данному номеру телефона? Да, я разрешаю слушать. Это вы верно? Верно. Прекрасно. Звание вам насчет вашей задолженности от компании «Кредитэр». Договор был уступлен нашу компанию по договору цессии 382 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Сумма задолженности у вас сейчас фиксирована 9 999 рублей 99 копеек. На просрочке находитесь 180 дней. По какой причине вы так и не оплатили? Зачем причина нужна? Любопытство? Ну как, почему вы не оплатили данную сумму задолженности? Вам какая разница? Своё кредитное обязательство? Причина, зачем нужна? На что она повлияет? Мы являемся... Нет, мы являемся уже важным. А что, я это причина, которую вы все друг за другом спрашиваете заёмщиком? Вы голос не повышаете? Нет. Не надо было выше, не надо будет неуместно не повыше. Голос не повышайте, я ещё раз вам сделаю замечания. Ирина Юрьевна, хорошо, вы можете не объяснять. Ты мне замечания делаешь? Тише, тише, тише. Вы сейчас успокоитесь, главное. Вы успокоитесь, я понимаю, нервы у вас. Когда коллектором работать пришли, родилась такой. Ирина Юрьевна, Ирина Юрьевна. В каких нервах ты говоришь? Давайте немножко, корректно немножко обращайтесь сейчас. Весец под ногтях. Ирина Юрьевна, я ещё раз вам делаю замечания. Ирина Юрьевна, вы сейчас, похоже, не готовы к конструктивному диалогу. Да, 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 вы подготовьтесь. Ирина Юрьевна, вы подготовьтесь. Ирина Юрьевна, вы подготовьтесь, Ирина Юрьевна. Узнаете как это. Всего доброго. Умалишу. Алло. Юнана Бабинков Дмитрий Михайлович, наш разговор записан. Екатерина Анатольевна, вы меня слышите? Да, слышу. Добрый день, да. Екатерина Анатольевна, подскажите, пожалуйста, а что у вас происходит с оплатой вашего долга в компании «Деньга»? Почему вы не погашаете? Ну, я думаю, что в судебном порядке решим с вами какие-то вопросы, которые возникли и неразрешимы до настоящего. Ну, как почему? Удобнее мне так. Что? Мне так удобнее. При большом количестве кредиторов мне так удобнее, да, с вами вопросы через суд. То есть вы изначально брали занятия в цели невозврата? Да это бы в вашей фигне вот эту изначально, какой был умысел, возврат, невозврат. Вы можете все что угодно там думать. Прям не разница. Так нет, я не думаю, я вас спрашиваю. Да нет, это психологическое воздействие на должника. То есть вы брали с целью невозврата, и человек, который, ну, не очень в юридических тонкостях разбирается, сразу на это среагирует. Нет, я вас спрашиваю, вы брали с целью невозврата? Ага, вдруг меня привлекут, а если я скажу, что брал с целью невозврата, значит, уголовная ответственность. Да фигня, это все. Да, брал с целью невозврата. Никакой? Да. То есть вы не собираетесь решать вопрос? Нет, я собираюсь решать сложительные ситуации. Я понял, я имею ввиду в досудебном. В досудебном нет. Нет, в досудебном. Нет, в судебном, причем наглая компания Юнона, очень наглые иски, настолько вы накручиваете. Ребята, отбивайте их. Очень, очень... Екатерина Анатольевна, очень странная... Я не странная. Давайте делать и просить столько, сколько по закону положено, а не сколько ваши юристы, которые... На дурака! Ну, там возражения напишут, ладно. Они напишут, ну пусть взыскивают. Суд сам не будет разбираться. У вас все на это настроено. Последнее решение отступило в законную силу. 33 тысячи у вас отбили. 33 тысячи! Но вы вообще обнаглели по микрозайму! Екатерина Анатольевна, я не понимаю, вы о чем говорите? Я говорю о том, что очень наглая компания, будьте внимательны к их искам. Считайте, что они хотят, что просят, накручивают проценты на проценты. Я не понимаю, Екатерина Анатольевна, вы понимаете то, что вы разговариваете? Я звоню вам... А я разговариваю, я с людьми, с хорошими, с достойными, я обращаюсь к ним. Вы думаете, я вот вашу ахинею буду слушать? Нет. Какую? Сейчас два месяца позвоните, пойдете за приказом. Потом пойдете с иском. Не знаю, что будет. То есть вы в досудебном порядке не собираетесь? Я уже ответила ранее. Ну что, вы не зафиксировали? Ну еще раз отвечу. В досудебном порядке решать не буду. Нет. Ага. Очень хорошо. Понятно, Екатерина Анатольевна. Тогда компания будет вынуждена зафиксировать отказ и то, что вы взяли заявление в цели невозврата. Ну давайте. Ага, фиксируйте. Поглубь же. В пиндюльке так, чтобы тебя повело. Меня? Да. А что смешного, Екатерина Анатольевна, в том, что у вас долги и вы к ней оплатите? Вы знаете, вы знаете, я никогда, я никогда не смогу понять, когда мужчина в полном расцвете сил сидит вот на этом телефоне и одно и то же рассказывает заемщикам. Ну кто поведется, кто не поведется, ну пойму бабушек, которые на подработку, студентов, ну еще пойму, не понимаю, не одобряю, ну надо подзаработать, мамка мало денег дает, а учиться надо и молодость, дело такое, деньги нужны. Ну когда мужик сидит, алло, алло, полдевятого вечера, мне нахреначиваешь название, зачем? Ну блин, ну неужели это? Это позорно, правда позорно. Екатерина Анатольевна, ну как-то, как-то, как-то очень странно с вашей стороны обсуждать мою работу, вы бы лучше бы, Екатерина Анатольевна, позаботились о своей работе. Да, а почему я не могу высказать свое мнение по поводу того, что, блин, то на бабской работе, ну правда, ну не красиво. А для чего, Екатерина Анатольевна, а для чего? Иди домой, для чего? А для чего вам высказывать мнение-то свое? Да потому, что, чтобы ты послушал, может где-нибудь там корочки отложатся в твоей. Что? Это так стрёмно. Так вы, да, мужчины, просто не берите с целью невозврата. Вот именно сила. Вы взяли деньги с целью невозврата. И чего ты мне по телефону... Екатерина Анатольевна, если бы вы не брали бы займы с целью невозврата, так вам и вопросов не было. Понимаете? Я на это не верю. Я ничего вам не пытаюсь, Екатерина Анатольевна, доказать. Я тебе, знаешь, расскажу про эту возврат и невозврата. Я пытаюсь вам что-то доказать. Я тебе так преподнесу весь материал и про состав преступления.